Друзья, я много слышал, но вижу впервые. Это сыр с плесенью. Я вообще не понимаю, как можно есть сыр с плесенью, но дали мне попробовать, говорят, да ты что, да это эксклюзив, да это же вообще деликатес. Господи, благослови, деликатес сей рабу твоему грешному. Короче говоря, ну я не знаю, на что это похоже, как будто бы он с травами с какими-то на вид. То есть, как будто какие-то травы, не похоже это на плесень. На запах ща. Ну такое ощущение, что я нюхаю корову в коровнике. Там где-то есть ее, так сказать, благословляемый кришнаитами помет. Они так далеко. И вот эти вот все запахи вот здесь вот. Ну я попробую, но деликатес же говорят. Нет, я понимаю, что не все деликатесы одинаково полезны, особенно для верующих людей. Там нельзя пить кровь, допустим. А в некоторых странах это деликатес, там выпить кровь змеи. Но в плесени я не вижу ничего запретного. День не постный. Рискну. Ощущения такие, как будто бы он соленый и сладкий одновременно. На обычный сыр он не очень похож. Скорее похож на масло, которое очень сильно посолено и очень сильно посыпано сахаром одновременно. А вот эта вот плесень, она по вкусу похожа на какую-то такую жесткую, на траву, на такую, как текарственная трава. Ну, в общем, весьма экзотичный вкус. Я бы не сказал, что это можно есть каждый день. Типа пообедал сыром с плесенью. Ну, вот угостили. Ну, как экзотика. В общем-то, есть можно. Но главное еще потом хорошо запить чем-нибудь, чтобы ощущение коровника не сохранялось во рту до окончания полета. Нет, друзья мои, это еще не конец. Я все-таки хочу сделать вывод об этом продукте. Я после этого откусил бутерброд с маслом и запил горячим чаем. И я испытал весь спектр ароматов природы. В общем, я знаю, как делается сыр с плесенью. Берется масло, например, в Куснотеево. Настаивается на канализационных стоках. Ну, я так предполагаю, судя по вкусу. Я не профессиональный дегустатор, я только учусь. И туда добавляется отборный очищенный коровий помет. Вот это вот черное. И вот этот вот вкус, его потом надо долго запивать и полоскать рот. Я думаю, что это очень понравится собаке моей. Потому что они инстинктивно... Для них одеколон валяться вот в падали, в помоях. Я не хочу обидеть сейчас тех, кто любит сыр. Я просто прикалываюсь над своими ощущениями. Не более того. Вот поэтому для него, видимо, это будет самый верх деликатезма. Сейчас попробую. Вот она, экспериментальная собака у нас. Скушай, дружок. Скажешь, да ну я еще дурак, что ли, с канализационной ямы. Ну на, вкусно, на. 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 Ну съешь. Вкусный сыр. Скажешь, ешьте сами свою парашу. Я не такой дурачок, чтобы это все употреблять в пищу. Это вы, дебилы, двуногие. Ну, в общем, короче, вы все поняли, друзья. Всем теперь благополучия, вкусной пищи, здравомыслия мирного неба.